МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все уже переплетено, потому что депутаты, как известно, работают у нас 24 на 7. У нас в студии Елена Анатольевна Верховых, председатель Люберецкого отделения Союза женщин России, депутатство-это депутатов городского округа Люберцы, наша постоянная участница самых разных встреч. И сегодня мы вновь рады приветствовать вас здесь в студии. Добрый день. Да, и я так понимаю, что у нас много есть новостей, потому что давайте начнем, наверное, с приятного. О том, когда что-то кто-то придумал, а потом это превращается уже в целое движение. Я знаю, что вы недавно были в Беларуси. Вот давайте, чтобы я не пересказывал, с этого и начнем. С какой целью вы туда ездили? Ну, нас пригласили в Белорусский союз женщин. 3 июля вся Беларусь отмечала грандиозное такое событие, освобождение Беларуси от герман-фашистских захватчиков. 80 лет. 80 лет. А 5 августа, когда в доме правительства Московской области проходил съезд Союза женщин России Московской области с Союзом женщин Беларуси, я в лице Люберецкого отделения презентовала акцию, которая родилась у нас по инициативе Люберецкого отделения Союз женщин Подмосковья. Это Знамя Победы, Знамя Бессмертного полка. Я вот помню еще тот момент, когда вы первый раз тогда приходили, именно с идеей этой уже акция работала, и вы рассказывали, вот она сейчас превращается уже в международную акцию. Да, в международную, потому что 5 апреля, когда мы рассказали, и делегация беларусских женщин, на самом деле они со слезами на глазах, они подхватили, потому что было 5 апреля подписано соглашение о сотрудничестве Союза женщин России Московской области и Беларусского союза женщин. И нам приятно, нам, Люберецким женщинам, очень приятно, что это наша инициатива, она именно начала в рамках этого соглашения. И мы передали им лоскуты, рассказали о том, как это делается, историю создания, как у нас продвигается, потому что когда у нас стартовало в 2016 году, а сейчас наше знамя уже 127 метров и 5300 лоскутов. Ну это уже прямо, да. Да, мы передали беларусским женщинам, они за очень короткий срок, за очень короткий срок, вышили вручную 600 лоскутов и сшили полотно 18 метров. Они нас пригласили на торжественное мероприятие в город Могилёв. И на самом деле для нашего отделения Люберецкого, ну и вообще Союз женщин России Московской области и нашего Люберецкого, это было очень почётное приглашение и в том числе трогательное, потому что на самом деле то, что беларусы, да, какой ущерб они понесли в годы Великой Отечественной войны, потому что... Минск вообще был разрушен, да не только Минск. Да, то есть и там получается, что вот эти празднования, мы были именно в рамках празднования этого события, и наш проект, который беларусские женщины подхватили, а в Беларуси у них на самом деле Союз женщин – это самая главная общественная организация. Да, матриархат. Да, и вот как они сами говорят, что у них президент, женский президент, потому что всё, что даже на каждом предприятии у них есть первичная организация Союз женщин, и то есть у них там райисполкомы на уровне глав райисполкома, ну этих замначальников, то есть в каждом городе очень сильное отделение Союз женщин. То есть они влияют на все события, которые происходят. Да, да, вот, и в эти дни проходили очень много памятных мероприятий, и вот то, что нашу инициативу подхватили, это было шествие на Буйничном поле в Могилёве, и нас повозили, и все же города, которые белорусские, то есть и Бреск, и Витебск, и Гродно, и другие, да, да, и вот они все будут вышивать это знание. Давайте мы напомним, что вышивают, то есть это же не просто так, да? Это на Лоскуте, ну, Лоскут, 30 на 30, вышивается фамилия, имя, отчество Героз, ну, своего либо деда, либо прадеда, либо участника Великой Отечественной. То есть когда в нашем городе, в городском округе это стартовало, мы вышивали именно имена своих родных и близких. И так откликнулось, что жители все подключились. У кого-то, да, нету в роду кто-то воевал, но многие жители, они вышивали какого-то тоже участника Великой Отечественной войны. У кого-то там двое, трое. Это такая книга памяти, которая превратилась в знамя победы. Да, потому что когда у нас проходит шествие бессмертного полка, и проносится это знамя, это вот именно как река крови. Вот именно смысл, то, что какие огромные потери понесла наша страна, Советский Союз, и какой ценой заплатили за победу, то, чтобы мы, мы внуки и правнуки, наш победитель, поколение победителей... Помнили об этом, да. Ну и тут очень важно, конечно, что это теперь такое межгосударственное событие. И я так понимаю, что вы приехали окрыленными из Беларуси. Что еще там, кстати? Какие еще проходили встречи? О чем, может быть, договорились? Ну, у нас на самом деле, так как, я повторюсь, Белорусский Союз с женщиной, их главная общественная организация, и на крупных предприятиях везде свои есть... Ячейки. И, соответственно, нас торжественно очень хорошо принимал второй государственный банк, это Агропромбанк, и, соответственно, они проводят... Вот они сейчас подключились к патриотической акции, но у них очень много проектов, которые на поддержку предпринимателей. И вообще, как они развивают, учат бизнесу. Очень понравился у них центр притяжения, то есть на базе банка. У них центр притяжения, то есть любой желающий, независимо, есть ли у него образование, нет ли у него образования, есть ли у него ресурс, нет ли у него ресурса, он может приходить на цикл лекций, учиться. 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 И от того, то есть в зависимости, или, например, у него есть какая-то идея, и там такое пространство, и вот в зависимости они рассказывают о своих идеях, а там у консультанта, они как бы помогают этому человеку сделать какой-то бизнес. Так как это банк, да, они заинтересованы, чтобы у этого человека получилось... И он еще в нем, чем банк получился. Да, 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 и он чтобы стал клиентом, потому что у них так это все... И вот Агропром Беларусьбанк, они рассказали о своих проектах и социальных, и им понравились наши... Ну, мы, Люберецкое отделение... Заинтересовались с вами. Мы не только о Знамени Победы, но мы и рассказывали о тех проектах, которые у нас уже много лет в городском округе. Конечно, мы стали рассказывать о нашем любимом конкурсе, который у нас есть. Это Люберецкое супербабушка. Сейчас мы о нем поговорим. Да, ну я просто уж это вперед сбегаю. Заинтересовались. Да, им это очень понравилось, потому что на самом деле у нас в Подмосковье есть такой проект, активное долголетие, который губернатором. У них это нет. Но на самом деле, они говорят, это очень нужно, потому что есть много женщин, которые за 55 плюс энергичны, и они готовы... Энергию куда-то направить нужно. Направить, и вот мы как бы на этой почве решили тоже посотрудничать. Ну и еще мы именно с молодыми предпринимателями. У нас такой план работы достаточно большой. То есть мы не просто так приехали, а еще... Ну вот, потому что союз наш государство, то есть еще ближе стали, чем были. Ну хорошо, значит, я так понимаю, что визит к нам сюда из Белоруссии, и вашу в Белоруссию, еще не раз состоится. Не раз. Но мы возвращаемся в Люберце, потому что прошел конкурс, по крайней мере, спортивный, творческий дефиле, да? Нет, дефиле еще не будет. Я вам сейчас расскажу. Речь идет, сразу скажу, о конкурсе «Супербабушка», который когда-то был супербабушкой, а теперь супербабушка, Люберецкая супербабушка с дедушкой рядышком, да? Да, потому что 2024 год наш президент объявил годом семьи. Да, и как мы, естественно, год семьи, соответственно, организаторы решили, что ну куда бабушка без дедушки, то есть... Будем усиливать, да. Да, и в этом году у нас представлены именно пары, да? Да. То есть мы из-за традиционной семейной ценности, и у нас вот прошел уже спортивный конкурс, где семьи, да, то есть комитет по физико-культуре подготовили им такие щадящие соревнования, вот. Вот, но прошел такой хороший праздник спорта, он проходил 12 июня, в День России, и ну просто было замечательно. Именно это был праздник семьи, вот, конечно, да, я сейчас забегу, Любви и Верности, с которым мы 8 июля, но это был такой спортивный праздник, на котором... А вот как, вот тут важная еще спортивность, дедушки, бабушки? Ну вот подготовились щадящие, и вот бабушки и дедушки пришли не только там сами, они пришли с командой поддержкой, поэтому они... все было, как говорится, подготовлено. Допомните, сколько участников сейчас? Ну, сейчас у нас 10 пар семейных. 10 пар. Прошел спортивный конкурс, как раз День семьи, можно сказать, дал такой уже суперстарт этому событию. Ну, давайте расскажем впереди еще два конкурса, один, еще был творческий. Творческий, да, творческий у нас прошел 4 июля, семейные пары поразили нас своими, вот именно творческий, они раскрыли свой творческий потенциал, потому что кто-то, да, кто-то силен танцевать, кто-то петь, а кто-то поставил, нам очень понравилось, когда вся семья участвовала, и внуки, и дети, и внуки. То есть всем миром, что называется? Да, всем миром, да, то есть они костюмированные, то есть какую-то сценку делали. Были такие трогательные признания в любви, то есть там у нас самый возрастной дедушка, ну, как мы его, так, ему 84 года, и он, соответственно, такую трогательную песню пел, мы прям рыдали, сидели, все жюри, жители. То есть это был такой даже не конкурс, а прям концерт. Концерт, да, именно. Да, от которого получали удовольствие. Да. Ну, я так понимаю, что сейчас идет подготовка. Будет подготовка именно моего, ну, не финал, да, это будет дефиле, конкурс красоты, где они будут, ну, показаны как пара путешественники, семейная, и, соответственно, как вечер. Да, на стилистике, да. Да, вот, соответственно, они сейчас тренируются, уважаемые жители, 30 июля, приходите, отложите. Дела. Да, дела в культурном центре Любрица, это на проспектах Гагарин, дом 19, в 3 часа будет проходить финал, потому что это надо увидеть. Ну, на самом деле, популяризация вот этого конкурса, потому что иногда, когда у нас, ну, бабушки с дедушкой, да, они уходят на пенсию, ну, да, вот они в быту, они занимаются внуками, какими-то делами, а они еще, у них энергии очень много. Да, можно на что-то другое тут тоже потратить. Да, и на самом деле, как они, да, они расцветают, да, вот это надо увидеть. Ну, прекрасно. Напомню вам, что суперконкурс теперь называется «Люберецкая супербабушка с дедушкой рядышком», готовится к дефиле, ну, так мы его называем, да, вот, а финал когда пройдет? А финал мы узнаем на дне города, то есть это все будет в секрете, это всегда, это неожиданно, потому что, ну, компетентное жюри, нам на самом деле достаточно, очень сложно будет назвать победителя. Но придется. Но придется. Ну, это, вот, я думаю, что, чтобы вот жители, да, участвовали в этом, приходили, посмотрели, потому что, ну, чтобы это было... Ну, и вы понимаете, что конкурс уже становится традиционным, это значит, что как только закончится этот конкурс, сразу же начинается следующий. Ну, да. Напомню, что у нас в гостях Елена Анатольевна Верховых, председатель «Люберецкого отделения Союза женщин России», депутат, это депутат городского округа Рюберца. Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше во второй части, как и обещал, немножко о депутатских делах и обо всем о том, о чем хочет рассказать вам наша гостья. Да, ждитесь продолжения. Редактор субтитров А.Семкин А также напомню, что наши гости, еще и депутаты Совета депутатов городского округа Рюберца, и нам важно узнать, как жизнь депутатская сейчас строится, особенно летом, потому что многие думают, что летом депутаты тоже отдыхают. Это так или не так? Нет, не так. Не так? Нет, приемы у нас происходят. Соответственно, ну, так как, да, лето, и жители, на самом деле, на 6-м избирательном округе достаточно очень активные, неравнодушные, и, то есть, поступают просьбы, это не только на личном приеме, но это и в директ, в соцсетях, и на личную электронную почту. То есть вы все время на связи? Ну, на связи. Обратная связь, как сейчас говорят, работает? Ну, да, нет, ну, на самом деле, это сейчас вот эти ресурсы, это очень удобно, потому что иногда жителям иногда не надо ждать вот этого дня приема, когда он будет. Есть проблема, да, они пишут, и если получается быстро, оперативно отработать, то я считаю, что это вот результат работы нашей, которая... Ага, а с чем чаще всего сейчас обращаются, в последнее время? Ну, вот у нас сейчас, конечно, есть такая проблема, это не своевременный вывоз мусора, а мусор на детских площадках. Но на самом деле, вот тут, уважаемые жители, этот мусор, сами же и жители, как бы, да, вот, конечно... Измейте в виду прямо на детских площадках. Да, культура, поведение, нет, ну, как, знаете, вот есть такое, у нас всегда убирают те, кто не ссорит, да, вот. А, к сожалению, иногда, да, жители пишут, скидывают фотографии, когда захоломлена детская площадка, это очень некрасиво, обращаются... Ну, это убрать сами не могут, депутаты ищут. Ну, они обращаются, чтобы посодействовать, чтобы это, ну, своевременно это убрать. И, конечно, очень много таких, как сейчас молодежь у нас... Разная. Разная, да, и культура, поведение как вот, да, разная. Вот, но оперативная работа, да, сейчас как-то более-менее порядок наводится. Ну, насколько я понимаю, если мы сейчас садвинем в сторону вот эти вот еще пережитки там советского периода, когда на детских площадках могли бутылочку другую открыть, да, то сейчас это вне закона, за это можно получить определенный административный штраф. Но речь идет о мусоре, который, может быть, там нужно поставить дополнительные мусорники для того, чтобы туда люди... Ну, нет, я думаю, что дополнительные не надо, мне кажется, достаточно. Они там есть? Да, они там есть. Просто если их нет, тогда понятно, что кому-то лень там пять метров пройти. Просто я вот понимаю, если больше еще поставишь этих мусорных, еще будет больше мусора. Ну, понятно. И это проблема сейчас? Это проблема, это лето, потому что, ну, лето, соответственно, пьют какие-то прохладительные напитки, там едят... Ну, сам-то мусор нормально вывозится, я имею в виду контейнер, вот традиционный, из дворов домой. Ну, вот некоторые жители очень недовольны, да, особенно жители частного сектора, потому что, ну, график вывоза мусора, он не тот, ну, как... В зависимости, может быть, да, то, что частный сектор в летнее время приезжает много, ну, жители... Усиливается количество мусора. Да, ну, дачников, и, соответственно, просто компания, которая ответственная, они не справляются с теми объемом, которые... А вы обращались в ту компанию с коллегами, вы говорили на эту тему, что есть такая проблема, да? Нет, есть проблема, и, соответственно, они стараются в летнее время увеличить. Но не всегда получается. Да, ну, вот именно объем этого мусора, он... Тут же еще, что важно, если мы говорим о мусоре, что лето, да, лето, посмотрите, уже как вторая или третья неделя, не то, что жарко, а уже мы в тропиках живем, и этот мусор, он, ну, не совсем безопасен, скажем так. Конечно, небезопасен, и... Ну, запах и... Все остальное, последствия. Да, последствия. То есть такие обращения есть. Да. С чем еще? Ну, есть у нас очень большое обращение. Это у нас много жителей, ну, приезжают из разных... Регионов. Регионов. Да, из дальнего зарубежья, из ближнего зарубежья. Да, они на это недокватное поведение, особенно мой округ, это шестой, у нас есть там, ну, такие места, где это зона отдыха. И, конечно, местные жители очень обеспокоены, что вечером им даже на лавочку присесть негде. Ну, вот, я не... Приезжие там в основном находятся. Да, очень большое количество. А с чем они там занимаются? Отдыхают или как? Ну, видимо, отдыхают, сидят точно так же. Ну, как бы, вот они говорят, что такое большое количество. И вот здесь у нас... Ну, видимо, они рядом где-то живут, я так понимаю. Ну, все может быть это. И, соответственно, да, вот жители на культуру поведения, потому что им бы хотелось бы, если ты приезжаешь к нам, ну, работать, чтобы это все было в соответствии. Культура поведения. То есть есть какие-то обращения в полицию или в какие-то другие органы? Да, есть. И очень приятно, что вот у нас 3 июля прошла встреча совместно с замначальником это Томилинского отделения полиции Виталием Алексеевичем Демушкиным. И жители прямо сейчас пишут мне, говорят, Лена Анатольевна, спасибо огромное, что эта встреча произошла, потому что они видят результат этой встречи. Ну, тем более, что мы... То есть это было отработано все заявления, которые... И они, вот жители сейчас обращаются, говорят, Лена Анатольевна, хотелось бы, чтобы вот эти встречи были более регулярные. Ну да, потому что время проходит, и опять потихонечку все возвращается. Но я должен сказать, что эта проблема сейчас обсуждается на самом высоком уровне, да, и в правительстве страны, и в правоохранительных органах. Поэтому я думаю, что потихоньку, постепенно, если мы все вместе возьмемся за решение этой проблемы, то... Ну да, потому что местные жители, они хотят, чтобы был порядок, чистота и порядок. Там, где парк, должен быть отдых. Там, где работа, там работа. Ну и потом мы понимаем, что, наверное, сейчас будет как-то более внимательно, более внимательное отношение к приему на работу, потому что мы же знаем, какие бывали варианты, да, и какие были резиновые квартиры в свое время. Ну вот местные... И есть ощущение, что они еще есть, да? Ну да, вот местные жители, они в этом плане еще обеспокоены, как они говорят, когда, ну, раньше дети спокойно выходили на площадки, а сейчас иногда, ну, приезжают работать, соответственно, привозят свою семью. И семья, которая плохо владеет языком, ну, и как бы он в другой культуре воспитывался, и есть... Ну, не находят общего языка, короче. Да, и, соответственно, даже дети, вот на таком, вроде как, дети, они всегда найдут язык между собой. И вот какие-то есть стычки, и вот активные жители, они эти тоже обеспокоены. И, соответственно, это тоже проговаривается. И я надеюсь, что совместными усилиями и благодаря нашим активным гражданам, потому что только благодаря нашим активным гражданам мы узнаем каких-либо там... Ну, я знаю, что у вас есть акция у депутатов, которая как-то связана со словом «двор». Что это такое? Это, ну, на каждом избирательном округе проводится такой праздник, называется «День двора». Ну, это проводится совместно с депутатами, управляющей компанией, комитетом по культуре. В общем, всеми заинтересованными милициями. Да, да, администрация, активными жителями. Вот недавно прошел у вас такой праздник. Да, это вот на избирательном округе, в Шестом, в Мирном микрорайоне. И вообще у нас выступала популярная группа «Балаган Лимитед». Вот представьте, люди выходят, а там вот прям... Во двор, а там звезды поют. А там звезды поют. Прямо у тебя под окном, да? Да, и это вот... А что еще вот помимо выступления звезд? Нет, ну, это... Какие-то мастер-классы, да? Да, мастер-классы, анимации. И просто на самом деле, ну да, там будет чаепитие. И просто жители, когда вот они в бытовухе, да, они иногда не знают своих соседей. Иногда, да, мамочки, они вышли во двор, детки там пообщались. А тут вот все семьи, да, вышли, познакомились, передружились. И вот эти праздники, они объединяют. Ну и соответственно, да, и так как мы там, и администрация, и депутаты присутствуют на этих праздниках, и жители в свободной форме могут обратиться с какой-то проблемой, да, проговорить. Потому что иногда у жителей нет возможности, да, в определенный день, да, прийти на прием к депутату или прийти, ну, там, написать. Иногда они... А проблемы есть. Кто-то просто стесняется. Да, кто-то просто стесняется. А тут все так во время праздника, тут шумок, можно и пообщаться. А когда настроение хорошее у всех, то и вопросы решаются. А люди-то выходят, а то можно так привезти, приехать, все поставить, а из подъезда никто не уйдет. Вы не представляете, люди выходят, люди активные. Так что у нас это все... Хорошо. Ну вот сейчас мы уже перешли макушку лета, да, постепенно движемся к осени. И как это часто водится, когда жарко, все хотят скорее, чтобы было холодно. Когда становится холодно, все начинают мечтать о лете. Идет сейчас какая-то подготовка вот к новому осенне-зимнему сезону? Что-то обсуждают депутаты на этом уровне? Нет, ну, смотрите, во-первых, летом... Лето – это подготовка к отопительному сезону. Сейчас проводятся... Все трубы вот эти вот наши знаменитые. Да, сейчас проводятся ремонтные работы. Соответственно, и подготовка не только труб, подготовка оборудования. Поэтому это кажется, что лето – это период отпусков, а у работников ЖКХ – это очень такая горячая пора. Как бы всех событий где-то сложнее, где-то проще. Конечно, конечно, нет. На самом деле, и тем более, чтобы не было сюрпризов, которые иногда особенно происходят зимой в сильный пик морозов, потому что не справляется у нас некоторое оборудование. То есть это как русско-народная поговорка, она недаром говорит «готов летом сани». Да, 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 да. Саник для зимы готовить нужно летом. Ну, а с чем еще приходят сегодня? И есть ли у вас сотрудничество с депутатами всех уровней, областными и так далее? Нет, у нас, ну, на самом деле, вопросов сейчас, так как сейчас идет спецоперация, у нас за каждым депутатом закреплено определенное количество семей. И депутатский корпус, он работает с этими семьями. И есть такие вопросы, да, достаточно сложные, которые нам, муниципальным депутатам, достаточно сложно это решить. Соответственно, мы обращаемся к нашим коллегам и от Московской областной думы, и в Государственной думы. И я благодарна своим коллегам, старшим коллегам, которые очень оперативно это решают, помогают. Поддерживают, потому что иногда, ну, вот, семьи участников СОО, они обращаются с другими какими-то вопросами. И, естественно, да, опять же, мы со своими коллегами по Либерецкому совету депутату совместно организуем, помогаем, поддерживаем. То есть работа ведется и в этом направлении. Вот у нас в преддверии праздника День Семьи Любви и Верности вот у нас несколько семей обратились к нам, они хотели провести, чтобы детей покатали на лошадках. Ага. Вот. И вот мы благодарим этих семей, которые обратились к нам с такой просьбой. А получился большой праздник. Да, для большого количества семей, детей, к нам даже на праздник приезжал руководитель Московского областного фонда защитников отечества Ольга Владимировна Ермакова. Ну, вот видите. Да, и где тоже вопросы, которые иногда семьи, ну, где-то стесняются. А тут можно было опять же на праздник. Да, да, в оперативном это все решалось. Ну, должен сказать, что Ирина Анатольевна Верховых умеет и праздник, и важные профессиональные вопросы решать. Вот, поэтому время наше подошло к финалу. Думаю, что осенью, да, мы опять повстречаемся, расскажем. Ну, во-первых, все уже будет известно с суперконкурсом Люберецкая супер бабушка с дедушкой рядышком. Конечно, о других каких-то проблемах уже более серьезного уровня. Ну, и о других ваших новостях. Ну, да, потому что сейчас подготовка к школе, потому что на нашем избирательном округе идет ремонт. Это 18-я гимназия. И все жители ждут этого, ну, то есть, что 1 сентября откроется это задание. Ждут начало строительства пристроек к школам, ждут строительства садиков, потому что, на самом деле, у нас идет большая реконструкция на микро-энепетиции фабрика, и большое количество деток прибивает. Вот, поэтому работы еще... Работы много. Да, работы много. Председатель Люберецкого отделения Союза женщин России, депутат СССР Депутатов городского круга Люберцы, Елена Анатольевна Верховых, была гостьей нашей программы. Вам большое спасибо. Успехов во всех ваших начинаниях. Ну, и успехов нашим телезрителям. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пиненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»